МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в фашистской тюрьме они писали стихи и оставались верными Родине. Народ, у которого есть такие герои, его никогда не победить, не одолеть. В Казани сегодня вспоминали Мусуджалиля и его соратников. Как это было, увидела Юлия Гоголева. Благоустраиваются дворы, обновляются социальные учреждения. Грязь, это кошмар. За короткие сроки выполнена работа, брусчатка, постели, заасфальтировали дороги. Как прошел день Единой России в Муслиумском районе, расскажет Рамиль Галиулин. Передовые операторы машинного доения республики собрались в Тетюшском районе. Конкурс мастеров машинного доения, которому принадлежит большая роль в повышении профессионального мастерства наших животноводов. Какие этапы нужно выполнить, чтобы занять призовое место, расскажет Сирина Сахапова. Татарстан вносит огромный вклад в укрепление связей между странами и внешнеполитическую активность России в целом. Прежде всего, в рамках работы группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Такую высокую оценку руководству республики сегодня дал министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он вручил Рустаму Менихану ведомственную награду за значительный вклад в международное сотрудничество. Президент рассказал федеральному министру о предстоящих международных форумах и встречах. Обо всем по порядку в репортаже Дины Газалиевой. Высотки на Смоленской Синой площади. В Москве татарстанцы – частые гости. Сегодняшний день не исключение. Рустам Мениханов приехал к федеральному министру Сергею Лаврову не только для того, чтобы получить из его рук ведомственную награду, но и для того, чтобы обсудить с руководителем внешнеполитического ведомства страны дальнейшее взаимодействие и сотрудничество. За последние годы взаимодействие между Республикой Татарстан и Министерством иностранных дел России многократно усилилось. Совместных мероприятий проходит очень много. И по признанию самих дипломатов, в частности Сергея Лаврова, Республика – самый активный российский регион на международном треке. Сергей Лаврович, мы очень ценим тот вклад, который вы лично и возглавляемый вами Республика вносит в нашу внешнеполитическую активность. И прежде всего в рамках выполнения функций руководителя, сопредседателя группы стратегического ведения России «Исламский мир». Её создали по инициативе Министерства иностранных дел в лице Евгения Максимовича Примакова и Татарстана в лице Митимир Штарипчиша Имеева. Группа стратегического ведения «Россия – исламский мир» стала настоящим инструментом внешней политики России. Объединить мусульман мира с нашей страной, подчеркнуть общность интересов на основе дружбы и взаимного уважения. В текущей мировой политической ситуации это направление в работе, по мнению экспертов, сложно переоценить. И то, как сейчас эта группа работает, несмотря на все пертурбации на международной арене, нынешний год рекордный, по-моему, по количеству мероприятий. И в этом, конечно, ваша личная заслуга, поэтому вы, надеюсь, разрешите мне вручить вам наш МИДовский знак отличия, заклад международное сотрудничество. Который мы всегда наших партнеров отмечаем и в России, и в городе Жанна. Так что, отстег души. Ведомственная награда МИД России за значительный вклад в международное сотрудничество теперь у Татарстана. Дальше разговор продолжился уже по предстоящим планам республики, по новым международным контактам и проектам. Рустам Миниханов рассказал Сергею Лаврову и о том, что уже через пару дней в республике соберутся десятки министров молодежи исламских государств. Для участия в общем саммите по решению молодежных проблем. Казань в 2020 году является молодежной столицей исламского мира. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. Продолжаем выпуск. Годовала девочка, которая выпала из окна пятого этажа в набережных Челнах накануне, скончалась. Трагедия произошла в поселке ГЭС. Родители находились в квартире вместе с двумя детьми. Без присмотра девочка забралась на подоконник и выпала. Ее госпитализировали в БСМП, но спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, родители девочки в момент трагедии спали после распития спиртного. Малолетние дети были представлены сами себе. Проверку начала и прокуратура набережных Челнов. На место происшествия выезжал заместитель городского прокурора. По факту случившегося, организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Также на контроль в прокуратуре взято расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Все не знаю, не с очень хорошей стороны. Неоднократно видел, как она вела моральный образ жизни, выпивала на детской площадке, дралась, кидалась на детей маленьких, порылась мамочкой из этих детей. А вчера вы самих родителей видели? Ее видела я. Мама и то шла бальяжно, документы относила в скорой помощи. Говорят, она в состоянии алкогольного объединения была? Да, пьяная была. 17 детей выпали из окон в этом году. Двое погибли. Тревожит тот факт, что статистика из года в год не меняется. Несмотря на многочисленные обращения к родителям, снизить количество случаев падения малышей не удается. Сценарий всех трагедий одинаков. Ребенок один в комнате, окно открыто, блокираторов нет. Малыш опирается на москитную сетку и падает. Лина Зинатульна задалась вопросом, как достучаться до родителей. Вроде как ребенок хочет плакать. В общем, звуки издавал какие-то. Это тоже набережные Челны. Ровно неделю назад 4-летний малыш упал с 9 этажа. Момент запечатлела уличная камера видеонаблюдения. Вот летит москитная сетка, на которой облокотился ребенок. Следом сам мальчик, он чудом выжил. По предварительным данным, в квартире ребенок находился вместе с папой. Малыш до сих пор находится в ДРКБ. Он перенес несколько операций. Состояние этого ребенка расценивается как тяжелое, стабильное. У ребенка имеются множественные повреждения внутренних органов, костного скелета. В мае в Альметьевске из окна 9 этажа выпала и погибла полуторагодовала девочка. Кроме нее, на подоконнике оказались ее 4-х и 6-летний, сестра и брат. Если бы не прохожие, которые успели вызвать спасателей, жертв могло быть больше. Как позже выяснилось, родителей малышей в это время дома не было. По данным прокуратуры, с начала года в Татарстане зарегистрировано 17 случаев падения из окон детей. В прошлом году было 23, тогда погибли пятеро малышей. Проведенным анализом установлено, что основная доля падения приходится на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. То есть, пик активности детей. По каждому факту травмирования детей в результате падения из окон, органами прокуратуры проводится проверка. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение родителям своих обязанностей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Как правило, к ней привлекаются и родители. Подавляющее большинство трагедий связаны с тем, что дети опираются на москитную сетку. Ребенок не в состоянии оценить, что москитная сетка не является преградой для того, чтобы выпасть из окна. Виноваты в этом прежде всего родители, потому что окна должны быть безопасными. Есть специальные устройства для безопасности окон. Купить их можно не только в строительных магазинах, но и в компаниях по производству окон. Стоят такие блокираторы недорого, приобрести их может каждый. Еще есть вот такой вариант. Вот это устройство еще безопаснее. Оно крепится на нижнюю створку окна и плотно закрывается на ключ. Наполовину открытой остается лишь верхняя часть. На самом деле заказывают эти детские замки довольно редко. Когда людям говоришь, что есть такая проблема, многие в нашем городе реально машут рукой. Ай, вось, а вось с нами это все пролетит. Стоимость замка на окно на любой кошелек. Только вот порой родители почему-то делают выбор не в пользу безопасности. Лина Зинатольевна, Сирина Сахапова, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Десять детей с начала года погибли на дорогах республики. Это целый класс сельской школы. Еще 290 получили травмы. Почему дети становятся жертвами ДТП, сегодня говорили на пресс-конференции. Двое детей погибли, будучи пешеходами. Трое были на мототранспорте и велосипедах. По неосторожности детей пешеходов происходит каждое третье ДТП. Чаще всего несовершеннолетние страдают из-за грубых нарушений ПДД взрослыми, подчеркивает руководство ГИБДД. Каждый второй погибший ребенок был пассажиром. Автоинспекторы в этом году пресекли почти 8 тысяч нарушений правил перевозки детей. К началу учебного года госавтоинспекция проверяет дорожную ситуацию вокруг школ. А с 1 сентября они будут контролировать пешеходные переходы на этих участках. Будет проводиться операция «Ребенок главный пассажир» с 1 по 10 сентября, в рамках которой будут выявляться водители, нарушающие правила перевозки детей. Конечно же будут проводиться встречи как с родителями, так и с детьми в образовательных организациях, на которых будут доводиться правила безопасного поведения на дорогах. 25 августа 1944 года не стало знаменитого татарского поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля. Он и 10 его соратников были казнены в немецкой тюрьме Плёцензея. Ежегодно в этот день у монумента перед Казанским Кремлем собираются татарские поэты, писатели, родственники Мусы Джалиля и его соратники. Сегодня здесь изучали их стихи и песни, прославляющие героизм и любовь к родине. Юлия Гоголева побывала на дне памяти джалиловцев. 11 верных друзей и 11 любящих сынов своей страны их казнили в один день с разницей всего в несколько минут. Спустя 22 года после этого здесь, у Спасской башни Казанского Кремля появился этот монумент. Каждый год, 25 августа, сюда приходят сотни людей, чтобы почтить их память. Произведения Мусы Джалиля нас направляют, заставляют не сдаваться и постоянно двигаться вперед. И что мы как нация должны быть едины, быть вместе. Благодаря произведениям Мусы Джалиля и его соратников, татарская литература прославилась на всю страну и на весь мир. Их подвиг, что они продолжали творить, даже будучи в заточении, для нас очень ценен и очень важен. Для воспитания нашей молодежи они дают нам силы. Мы понимаем, что народ, у которого есть такие герои, его никогда не победить, не одолеть и не сломать. Сегодня в доме музея Мусы Джалиля на улице Горького прошла встреча с поклонниками его творчества. Традиционно из Москвы сюда приехала дочь поэта Чулпан Залилова. Здесь она в последний раз видела отца. Тогда ей было 4 года. У меня с отцом была такая связь. Мы очень любили друг друга. И отец очень много мной занимался. И вот последнее его прощание, когда он пришел уже одетый в военную форму, прощался, уезжая на фронт, это было вот в этой квартире. Поэтому 25 числа я всегда в этот день прихожу вот в эту квартиру. Здесь сегодня звучали произведения Джалиля, стихи его соратников, друзей, с которыми он провел свои последние дни. Пронзительные мелодии в исполнении студентов музыкального училища тоже дань их памяти. Партию на скрипке исполнила правнучка Джалиля. Для нас это как возвращение в свой дом. Мы сюда очень часто приезжаем. Всегда, вот когда мы бываем в Казани, мы всегда бываем тут. Мы очень дружим с директором музея. Это наши, как уже, родные люди. Стихи Муса Джалиля были переведены на 56 языков. Теперь их можно прочитать и на испанском. Четыре стихотворения перевела выпускница одной из московских школ Ульяна Федоринина. Сегодня вечером в БКЗ она будет вести большой концерт, посвященный памяти поэта. Юлия Гоглева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Без сохранения и развития родных языков народов России сложно прийти к межнациональному согласию. К такому выводу сегодня пришли участники форума сообщества, который в эти дни проходит в Казани. Сегодня третий день. Если накануне более двух тысяч участников обсуждали успешные социальные проекты республики, говорили о духовно-нравственных ценностях народов России, то сегодня речь шла о национальном образовании и возможностях его получения в онлайне. Какой опыт Татарстана ставят в пример, какие проекты хотят масштабировать на другие регионы и чего можно достичь, если действовать сообща, услышал Рамиль Шайдулин. Татарстане, поверьте, есть чем учиться. Второй день форума не менее значимый. Сегодня здесь обсуждают вопросы, которые касаются всего российского общества. Языки народов России, их сохранения и развития. Вот тема первой секции, к которой прикована внимание экспертов. Так же, как и полилингвальным комплексом Адамнар, которые начали работать в 2020 году. Если на Чукотке есть желание и потребность учить татарский язык, мы должны это обеспечить. А если вдруг в Татарстане появится, я не знаю как, но вдруг появится определенное количество людей, желающих учить чукотский язык? Да, ведь мы, наверное, тоже должны это обеспечить. Но мне кажется, что после того, как у нас в конституционной норме появилось сохранение этнокультурного многообразия, и мы с вами большинством голосов проголосовали за эту норму. Дальше мы будем потихонечку ее выстраивать. И вот этот вот прекрасный опыт полилингвальных комплексов, мне кажется, что он очень интересен для многих регионов России. В пример приводят и Татарстан. С развитой системой дошкольного и школьного образования, где у ребят разных национальностей, есть возможность изучать свой родной язык. Как будет успешен ребенок, зависит именно от нас. Сегодня, как никогда, судьба каждого ребенка зависит от мудрости и профессионализма наших педагогов. Федеральные эксперты фиксируют рост интереса российской молодежи к своим корням и языку. Об этом говорят цифры. По итогам прошлого года 65% учеников татар всей страны выбрали родным языком татарский. Похожая ситуация и с представителями других народов. Однако словарный запас у молодых людей все же меньше, чем у родителей. Практика показывает, что изучение родного языка у нас в Российской Федерации идет по модели английского языка Советского Союза. Согласны? Проблем даже нет. Нет мотивации, нет языковой среды. Улучшить ситуацию, считают эксперты, может интернет, а именно разработанные учеными и специальным преподавательским составом, особые платформы для образования, по которым по одной и той же программе могут учиться, как, например, ребята из Татарстана, так и ребята из других регионов России. Онлайн-образование. Тема целой секции этого форума. Об онлайн-образовании здесь говорят в онлайн-формате. Еще раз подчеркивая, платформы для обучения должны составляться и утверждаться профессионалами. Не будем забывать, что онлайн-формы, семейные формы обучения для некоторых детей, для некоторых семей являются единственными доступными формами. Поэтому, конечно же, нужно, с одной стороны, работать над качеством онлайн-школ, над тем, чтобы верифицировать контент, который они предоставляют, но и помогать семьям и родителям выбирать действительно качественную онлайн-школу. На форуме сегодня и представители Луганской народной республики. По мнению председателя региональной общественной палаты, народам важно быть вместе. Казань – это некий такой пример сосуществования разных культур, вероисповеданий. И, конечно же, это радует. Что такое новое видео и что такое традиционное видео? Как наладить взаимодействие некоммерческих организаций и журналистов, говорят уже на воркшопе с участием федеральных и местных СМИ. С этим действительно есть проблема, потому что очень часто НКО не имеет возможности попадать как в региональную повестку, так и в федеральную. Есть много разных барьеров от медиакомпетенции, которых порой не хватает у людей, которые работают в некоммерческом секторе, до там просто, наверное, в чем-то храбрости подойти к журналисту и заявить о своей теме. Форум для тех, кто действует, сейчас проходит на третьей площадке. В этом году члены общественной палаты уже встречались с экспертами и представителями общественности в Новосибирске и Липецке. Только в Казани форум стал международным. В его работе принимают участие представители 20 стран. Конечно, это наша жемчужина. Казань наша жемчужина. Здесь, наверное, на мой взгляд, один из лучших форумов в этом году. И по качеству, и по количеству участников, по организации. Сегодня завершающий день форума. За три дня вопросы, волнующие всю страну, обсудили более чем на 30 площадках. Рамиль Шайдуин, Рамдиль Гарипов, ТНВ, Казань. На секции форума, посвященной роли НКО в борьбе с коррупцией, тоже поделились опытом Татарстана. Республика еще в 2006 году одним из первых регионов в стране приняла профильный закон о противодействии коррупции на два года раньше федерального. Главный советник управления президент Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов рассказал о масштабной работе по повышению прозрачности в разных отраслях экономики республики. В сельском хозяйстве, экологии, строительстве, здравоохранении и образовании. Это обязательная отчетность по доходам госслужащих, профилактическая работа с населением. И руководство республики президентом, в основном, в дальнейшем, в этой части крайне серьезная амбициозная задача. И в этой части мы крайне самокритичны. Коррупция непобедима, пока мы все проходим мимо. И поэтому в этой части, конечно же, крайне важно, чтобы и органы государства, и власти, и власти, и власти, и власти, и власти, и власти, и власти. Торговые центры выиграли судебный спор по нормативам за мусор, но проиграли в деньгах. Как исход тяжбы в Верховном суде повлек многочисленные иски по взысканию долгов, читайте в интернет-газете «Реальное время». Обновляют социальные учреждения, благоустраивают дворы, создают новые рабочие места. В Муслюмовском районе сегодня прошел День Единой России. В рамках рабочей поездки председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин посетил детскую школу искусств, побывал во дворе благоустроенным по президентской программе. На встрече с активом района обсудили реализацию федеральных проектов и республиканских программ. Как меняется жизнь на селе, увидел и Рамиль Галиулин. Председателя парламента встречают ученики детской школы искусств. В этом году ее капитально отремонтировали. Здесь отделение духовых и народных инструментов, вокального, изобразительного и театрального искусства. В Мусульмской детской школе искусств занимается 372 обучающихся. Всего у нас преподает 22 преподавателя. И что нас радует, что 80% наших преподавателей это наши выпускники. И в этом году тоже у нас одна выпускница закончила училище и приходит к нам на работу. Впереди у этих ребят новый учебный год, а в руках рюкзак со школьными принадлежностями. В школе можно учиться и много чего можно делать. В республике продолжается акция «Помоги собраться в школу». Такие портфели получили 20 мусульмских первоклашек. Здесь же наградили молодых ребят, которые на каникулах работали на предприятиях района. Из школы искусств на праздник двора. О том, что эта территория изменилась до неузнаваемости, жители рассказывают Фариду Мухаммедшину лично. Двор на улице стукая благоустроили по республиканской программе. Все работы обсуждали с жителями. Грея на грязь, это кошмар. За короткие сроки выполнена работа, брусчатку пустели, заасфальтировали дороги. Работы по благоустройству начались в мае. После ремонта здесь появились тротуары, детская площадка, молодые деревья и малые архитектурные формы. Сейчас приятно поражать. Красивее. Сапога ходили. Сейчас асфальт, тофлях хожу. Мусульмский район в авангарде многих больших дел. Об этом Фарид Мухаммедшин говорит на партийной конференции. Сегодня здесь проходит День Единой России. Председатель госсовета отметил, местное отделение партий всегда активно участвует в жизни района. Надо сказать, что мусульмовцы очень ревниво относятся к тому, что делают они сами, чтобы у них было не хуже, чем у соседей. Я на это обратил внимание. И вот более 10 миллионов рублей поддержку, которую оказал президент нашей республики, этому району. Прекрасный двор вокруг или около Тукаевского памятника. В райцентре люди высказали признательность большую. И мы обратились к ним, чтобы они поддерживали такую чистоту и такой порядок. В завершение Фарид Мухаммедшин напомнил о приближении дополнительных выборов в госсовет и представительные органы местного самоуправления. Они пройдут 11 сентября. Рамиль Галиулин, Вадим Иларионов. ТНВ. Мусульмский район. По производству молока Татарстан занимает первое место в России. За последние 7 месяцев объемы выросли на 3%. И в этом огромная заслуга доярок и дояров. Сегодня 43 лучших из них собрались в Тетюшском районе. Здесь прошел республиканский конкурс. За сколько минут нужно собрать доельный аппарат и как найти подход к корове, теперь знает Ирина Сахапова. Самое главное в этой работе ответственность, любовь к животным. Гульфия Бигбулатова из Бугульмы 20 лет работает дояркой в хозяйстве Эко-Нива. Сегодня представляет свой район на республиканском конкурсе операторов машинного доения коров. Надеется только на победу. Уже давно освоила современные технологии. У нас там доильный зал и мы доим 2000 голов, 5 человек. Нужно любить свою работу, с настроением приезжать на конкурс, очень понравилось. Прием очень хороший в этом районе. Ирина Захарова участвует в конкурсе впервые. Я работаю, да, с 17 лет. Ну, волнитель нужна, аппараты как-то другие, но это не такие, как у нас. Победитель сильнейший, я думаю, так. Главное не победа, а участие. В Елабужском районе в доильном цеху большинство мужчин, говорит опытный дояр Василий Тронин. 24 года работаю в этой сфере животноводствия. Работаю мужчины доят, женщин нету, а здесь, я смотрю, женщины один. На конкурс тетюшей приехали 43 участника. Все они победители районных соревнований. В нашей республике сложилась такая добрая традиция ежегодно проводить конкурс мастеров машинного доения, которому принадлежит большая роль в повышении профессионального мастерства наших животноводов. Благодаря добросовестной отношению к труду всех работников животноводства в республике стабильно сохраняется производственный потенциал. Растет производство продукции. За 7 месяцев текущего года производство молока увеличилось на 3%. Соревновались три этапа. Сначала проверяли небольшой теоретический тест, затем разборка и сборка доильного аппарата. Все 35 деталей нужно собрать не только в правильной последовательности, но и уложившись в 5,5 минут. И, наконец, главное испытание – доение коров. Высшие баллы судьи ставили за чистоту молока. По всем этим трём этапам проставляются баллы, эти баллы суммируются, и уже по результатам выявляется победитель республиканского конкурса. Абсолютным чемпионом в этом году стала доярка Елена Семенова из Высокогорского района. Из 100 возможных она набрала 97,2 балла. Сирина Сахапова, Игорь Романов, ТНВ, Тетюшский район. На нефтегазохимическом форуме Татарстана ждут около 2000 участников. Мероприятие пройдет с 31 августа по 2 сентября на Казан-экспо. Встреча будет посвящена году цифровизации в республике. Главной темой станет цифровая трансформация промышленности. Обсудят современные технологии, подготовку кадров, импортозамещение. На выставке форума свою продукцию представят более 200 компаний страны и зарубежья. Я думаю, что там мы сможем обсудить все вопросы, которые сейчас проблемные у нас возникли. И с импортозамещением, и подбором новых технологий, и, скажем, недоделанными проектами, которые остановились в связи с сложившимися новыми условиями. Мы там сможем обсудить все вопросы насущные и поставить планы на ближайшее будущее. В Нижнеканске проверили готовность добровольных пожарных формирований компании ТАИФНК к возможным чрезвычайным ситуациям. 140 сотрудников предприятий приняли участие в пожарной эстафете на Кубок предприятия. Кто в этом году проявил ловкость, силу и отвагу, расскажет Гульнара Мениханова. Перед началом состязаний команда победителей прошлого года удостоилась чести поднять флаги России, Татарстана и компании ТАИФНК. ТАИФНК уделяет должное внимание уровню промышленной безопасности, охраны труда. И вот это соревнование – это тому подтверждение. Татар, внимание, марш! Четыре этапа соревнований участники проходят друг за другом. Вначале одному добровольцу нужно передать пожарный ствол участнику со своей команды, затем соединиться с пожарным рукавом. Далее следующие участники подхватывают эстафету и бегут на тушение условного пожара. Мы отрабатываем навыки, так как работаем на таком большом предприятии, как ТАИФ, с целью обеспечения пожарной безопасности, промышленной безопасности. То есть стараемся быть готовы к таким вещам, чтобы они для нас не были неожиданностью. Подобные соревнования на предприятии проводятся каждый год на протяжении 10 лет. В этот раз на эстафету заявились 140 ребят из 28 команд добровольных пожарных формирований завода ТАИФНК. Данные соревнования позволяют развить навыки и умения у нашего персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации. Ребята протестировали знания по пожарной безопасности, ответив на 20 вопросов, после чего выбрали сильнейшую команду. На этот раз больше баллов по всем этапам эстафеты набрал второй цех КГБТО. Уже третий год участвуем и все не получалось победить. Вот сейчас как раз собрались силами и победили. Чемпионы получают переходящий кубок и будут готовиться к следующим состязаниям, которые пройдут в следующем году. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Это были все новости к этому часу. До встречи. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая, 58. В Республике Татарстан дан старт 10-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи. Наше время. Без Нензама. Условия участия на сайте bzzm.ru Татарстанский международный нефтегазохимический форум. Насыщенная деловая программа. Группнейшая выставка Тат-Ойл-Экспо. Мероприятие Дни поставщика ключевых компаний отрасли. 30 августа. В честь Дня Республики Татарстан. Большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи. Наше время. Без Нензаман. 30 августа. В 13.30. Площадь перед Театром Гамала. 18-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Новинки кинематографа из 40 стран мира. С 7 по 11 сентября в кинотеатре «Синема-5» в Торговом центре Республика. Новинки кинематографа из 40 стран мира. 31 градус на термометрах. Жара не отступает и в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге. А это значит легкие вещи, кондиционеры и прохладительные напитки пока что не уходят из наших будней. Хотя на календаре уже почти осень. В огрызи Менделеевские октаныши безоблачно. Осадки маловероятны. Яркое солнце продолжает радовать жаркими днями. В Арске, в Кубмаре, Болтасим. Аналогичная ситуация. На небе не облачко, дождей нет, температура высокая, плюс 30. В Болгаре, Држаном, Буинске, жарко днем, плюс 31. Да и ночью тепло, плюс 17. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши в погоде пока без изменений. Дождей ждать не стоит. По мнению синоптиков, такая погода обусловлена холодной весной. Когда преобладали холодные потоки с Арктики и природе нужно было перестроиться. Что и происходит сейчас. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк. Новые горки» в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинском-Метевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2-677-677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2-677-677. В Казани будет жарко и без осадков. Ветер слабый, северо-западный. Ночью плюс 19, а днем 32 градуса выше нуля. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 42%. В магнитном поле земли спокойно, но жаркая погода неблагоприятна для метеозависимых людей. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова